приветствую вас ответ на вопрос который вы задаете одновременно и простой и в то же время ну довольно сложно простой вопрос потому простым вопрос является потому что ну по большим счетам чтобы эта история прекратилась чтобы эта история перестала иметь место быть вам необходимо перестать княться за одобрение то есть вам необходимо увидеть что вы вот ищете одобрение вы нуждаетесь в одобрении вы хотите одобрение оно вам необходимо одобрение если вам нужно одобрение если вы нуждаетесь в воде в одобрении то получается что есть какие-то аспекты есть какие-то элементы которые вы себе не принимаете почему-то да ну вот просто вот не принимаете так вот получилось а вы себе не уверены и совершенно на мой взгляд совершенно не случайно у вас возникла история что вы пытаетесь теперь собственно этот самый одобрение получить вам его хочется вы в нем нуждаетесь вы к нему вы к нему стремитесь причем желательно с конкуренции желательно с борьбой какой-то и так далее честно говоря я не уверен в том что вы мужчину воспринимаете как мужчину то есть я не уверен что вы видите в нем лично я не уверен в этом я думаю что вы в нем видите некий объект как раз такие которые нужно может быть завоевать может быть забрать себе да то есть вот эта история вот она про это эта история она про вот такое отношение к себе отношение к себе добавляет а из чего такое отношение к себе у вас появилось Как такое отношение к себе у вас образовалось? Это вопрос, и вопрос это, на который вам можно найти ответ. Потому что ситуация серьезная, и можно сказать, что вы попали, знаете, вот, в такую, в такой импринт, я бы сказал, вы попали в импринт. Это состояние, когда вас цепляет некая ситуация из вашего прошлого, это состояние, когда вас цепляют некое состояние из прошлого опыта, и вы оказываетесь во власти этого самого состояния. Не имею возможности что-либо с ним, с этим состоянием, сделать. Хотя оно, безусловно, вам этого может очень сильно хотеть. отрицает. Так, еще раз. вы что-то себе отрицает. не принимаете. И именно по этой причине, именно из-за этого, точнее. у вас возникает такая трудность. вам обязательно нужно доказать, обыдательно мужчине. Обыдательно мужчине. Обратите внимание. Обыдательно мужчине нужно доказать. что вы достойные любви. С чем это связано? Откуда у вас такое состояние? Это вот большой вопрос. что с этим можно и нужно работать, чтобы помочь вам данную ситуацию преодолеть, чтобы помочь вам стать, ну, скажем так, более самостоятельно. Да? И действительно, действительно, это вот та работа, которую вы сами, скорее всего, не делаете. Сами, скорее всего, вы ее не провернете. Потому что нужна, что называется, помощь вам. Извини. Ну, в принципе, я вот. Такой ответ я могу вам дать. Такой ответ могу вам дать на ваш вопрос. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. А в исключении я хотел бы сказать следующее. Вот вы пишите, я боюсь быть хуже. То есть, что для вас это значит, что вы можете быть хуже кого-то. Как вы, в принципе, допускаете, что человек может быть хуже кого-то. Почему вы считаете, что должны участвовать в конкурсе, который устроил мужчину? Это все очень важный момент. И на этом вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Так, значит, хочу быть полезной и хочу, чтобы он меня хвалил. Это чисто от такой вот несамодостаточной нечто, да, от оценивания себя. То есть, без этого вы чувствуете себя неполноценно. Без того, чтобы этот мужчина, ну вот этот человек, вас хвалил. Вот вопрос, на который вам нужно себе ответить, да, это вопрос как раз о том, как получается так, что вы в этом не знаете. Вот. И как получается? Что создает эту нуждаемость? Какое ваше состояние восприятия себя и так далее. Вот. Это очень важный момент. Надеюсь, что вы на этом обязательно заострите свое внимание. Дальше. Как перестать быть угорным? Вопрос не в том, чтобы перешать. Вопрос скорее в том, чтобы постараться определить, откуда происсядет ваше такое желание. То есть, нельзя что-то себя забрать, при этом не дав себе взамен чего-то. Но то, что вы пытаетесь сделать, это как раз таки давать, пытаться и пытаться себя что-то забрать, не давая себе при этом ничего взамен. Я бы сказал, что это крайне такая вот, ну, пренебрежительная постановка отношения к себе. Вот. Потому что так вы ничего не добьется. Вот. Вот. Так, в принципе, ничего добиться нельзя. Таким, ну, таким вот образом, да, ничего добиться нельзя. Так это, к сожалению, да, может быть и к счастью не работает. Поэтому вы в какой-то степени и добьетесь на одном месте, не имея возможности что-либо изменить. Потому что находитесь во власти, во плену, можно сказать, своих желаний, которые отрицаете, которых вы не знаете, и которые дают о себе знать вот в таком. Я бы сказал, очень хаотичном, эм, ну, виде, такой вот, в таком, эм, хаотичном раскладе. Вот. И, конечно, это, ну, в целом, дает у вас ощущение того, что вы нестабильны. Стабильное отношение того, что вы, эм, ну, не защищены, скажем так. Так. Вот. Ну вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Давайте на этом закончим. Эм, я думаю, что нужно разбираться, да, начало, вот, что, 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 что это такое вот, то, что вы наподобие любви чувствуете, да, то, что это такое вот, наподобие любви, то, что. То есть, я, нет, я нормально не занимаюсь, просто, есть любовь, есть что-то другое вот, наподобие любви, это, вот, что такое, вот, что это, что это такое вот, наподобие любви, что-то, эм, ну, из себя, вот, подставлю, подставлю, да. Вот, это все очень, что-то, такие, достаточно важные, важные моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. Если вы хотите, чтобы я, ну, если хотите в себя разобраться, если хотите действительно стать свободой, вот. Эм, да, придется, конечно, эм, пообщаться, с вами, на предмет, эм, где в холодильских отношений, безусловно, вот, ну, потому что, это важно, это может очень сильно влиять. Вот, ну, не только об этом пойдет речь, поэтому, не переживайте. На этом все, удачи вам, всего самого доброго.